Здоров народ! Сегодня я вас попытаюсь убедить, почему не нужно покупать бэушный BMX, но при этом, при всем, еще и расскажу, как его все-таки можно купить с наименьшими повреждениями. Ну, акцент, естественно, у меня, как у представителя магазина, на новые велосипеды и новых велосипедов у нас в BMX-отделе eSports целая гора велосипедов, просто целая куча, на любой кошелек, на любой вкус и цвет. Но, все же, будем разбираться в особенностях выбора бэу-велосипеда, а дальше вы уже сами сделаете вывод, что вам проще, безопаснее и приятнее будет приобрести. В кадре у меня будет вот этот замечательный бэушный велосипед на раме Agang Pimp Star, так, когда-то была такая рама. Это, кстати, образец довольно хорошего, поддержанного велосипеда, и, разбирая каждый из его узлов, я вам буду объяснять, какие подводные камни вас ждут, могут ждать и как их распознать. Покупая бэушный велик, вы можете сэкономить колоссальную сумму, казалось бы, но при этом, если вы катаетесь активно, то куда ни плюнь, можно попасть на еще большую сумму денег, потому что каждая запчасть в отдельности стоит довольно много, если мы говорим о качественных запчастях. Итак, бэушный велосипед. Ну, многие скажут, что он начинается с рамы, и, в принципе, я с этим не согласен. Рама. Какая здесь может быть опасность, кроме поведенных перьев и трещин? Опасность может быть, во-первых, в том, что велосипед может быть краденый, и довольно редко у людей бывают гарантики на рамы или на велосипеды с серийниками, и это опасность, от которой гораздо сложнее уйти, чем вам кажется. Если, например, в Петербурге я редко сталкивался с такими эпизодами, когда у людей просят серийники, то многие мои клиенты и друзья из других городов рассказывают о том, что такое происходит часто у них, что заставляют показывать серийник, гарантийку, чек, что угодно, чтобы доказать, чей велосипед. В общем, это проблема, с которой просто придется смириться, вряд ли с ней получится что-либо сделать, просто, ну, держите в голове, что такое может быть, и на всякий случай спрашивайте у людей гарантийные талоны. И чеки, если это первый источник. Далее, ну, трещины, понятно, их надо искать в основном везде, под стаканом, на верхней трубе, на соединении верхних перьев и верхней трубы, и в том числе по перемычкам нужно смотреть, могут перья трескаться, на дагопалтах вряд ли, если там нет натяжителей цепей. Если есть натяжители цепей, они тоже могут треснуть, смотрите эти места внимательно. Чтобы понять, поведены перья или нет, нужно просто посмотреть на ее спец сверху, и, собственно, все будет понятно. К несчастью, поведенные перья можно выправить, трещины можно заварить, раму можно перекрасить, поэтому оригинальный цвет всегда лучше, чем перекрас. Какими бы благородными ширмами не был увешан этот перекрас стиль, я хотел невероятный стиль. И еще одна проблема совершенно неочевидная, о которой я раньше в роликах про БУ не рассказывал, это ростовка. Вы можете купить велосипед, может быть даже и не убитый, но не той ростовки, и вам тупо будет неудобно кататься. Как можно тут понять, если, как можно разобраться в этом вопросе, если человек не знает, какая ростовка, если она не указана в объявлении? Вам нужно брать с собой чертов сантиметр и проверять длину верхней трубы. Проверяйте ее от центра подсидельной трубы до центра львого стакана, именно так она рассчитывается. Дальше переводите миллиметры в дюймы и уже делайте выводы. Дюйм, если что, 25,4 миллиметра. Следующим этапом, если вы не знаете, какая вам нужна ростовка, проверяйте ее по таблицам, вот, например, вот этой, которую вы сейчас видите на экране. На рамах также обязательно изучите перья, нижние в первую очередь, чтобы не было сильных повреждений от гриндов. Небольшие вмятины приемлемы, главное, чтобы не было сквозных или прямо, ну, вмятины на вмятине. Вмятины страшны на нижней трубе. Вот здесь это действительно беда, которая приводит к тому, что в биоспед просто ломается. Рама трескается. Также на верхней трубе вмятина может привести к неочевидно быстрой поломке, хотя, казалось бы, эта труба не слишком задействована. Как это бывает? Вы получаете вмятину, катаетесь-катаетесь, все окей. Потом вы или кто-то делает, или спеть, и что-то идет не так, и вы всем весом ударяете в верхнюю трубу. Трубе деться некуда, и по вмятине идет трещина. Мы в нашей мастерской заваривали такую раму Pride Street. В принципе, такое может произойти абсолютно с любым брендом. Достаточно просто сильно вмять и потом ударить всем своим весом. На подсидельной трубе вмятины не страшны, тут вряд ли что-то вообще бывает. Ну и еще что может быть с рамой? Это вообще довольно редкое явление, но оно бывает. Овализация стаканов. Собственно, овализация рулевого стакана, когда подшипник в нем стоит, криво его закусывает. И каретки. Когда подшипники криво запрессовывали, и они деформируют каретку, в них потом подшипники все люфтят. Ну вы это, проверяя люфты, собственно, сможете все понять. Люфты шатунов и люфты рулевой колонки. И люфт шатунов, конечно, вас может запутать. То люфт рулевой колонки окончательно проверить действительно можно. Если вы все затянули, все проверили, затянули вынос, затянули крышку якоря. Рулевая более или менее вроде бы живая, но при этом все равно есть какой-то люфт или рулевая очень сильно закусывает. Но при этом она смазанная и не пыльная. Значит, овализировался стакан. Но, повторюсь, овальный стакан на бывших срамах это очень редкое явление. Теперь руль. Наименьшего внимания заслуживают грипсы, потому что это копеечная запчасть. Наибольшего внимания заслуживает сам руль и также его габариты. Потому что велосипед может быть вам неудобным не только из-за рамы, но еще и из-за руля. Может быть рама вам подходит, а руль, например, слишком низкий. Или велосипед передергивается, руль слишком высокий. Может быть он слишком широкий, а может быть его упилили так, что руки держатся практически на кроссбаре. Отнеситесь к этому довольно внимательно, потому что цена замены руля это, ну, если говорить о хорошем руле, это минимум 4 тысячи. Это серьезные деньги, если вы велосипед за 20 покупаете. Еще 4 на руль, это довольно неприятно. Ну и, естественно, нужно разобраться, в каком он состоянии, где он может сломаться. Ну, понятное дело, вот здесь могут быть трещины, затем он может быть погнут. Поэтому просто поставьте велосипед и посмотрите на него с передней части, в высоту ручек. Либо можете перевернуть велосипед на пол, симметрично поставить его на руль, и вы увидите, если расстояние от пола до каждой ручки одинаково, значит все окей. Если есть расхождение, значит он кривой. Соответственно, нужно просить скидку, либо отказываться от этого велосипеда. Также руль может быть снят в месте крепления выноса. Поэтому, в принципе, если не впадал, я рекомендую вам не лениться, это все-таки ваши бабки, ваше катание. Раскрутить крышку и посмотреть, в каком состоянии руль здесь. И если здесь он замятый, значит он 100% сырой. Это касается и новых велосипедов, и бэушных в особенности. Если продавец не предоставляет вам наклейку, информацию о том, что это какой-то фирменный автормаркет руль, и просто говорит, что руль хромолевый, то, скорее всего, следует выводить, что это сырой руль с комплита, или просто дешевый руль типа Ранта, который не был термообработан после сварки, соответственно, он очень мягкий, и, может быть, при обычных банихопах вы его не согнете, если он толстостенный, но при падении на ручку, когда велосипед вылетает, или при зажатии выноса, он ломается. Он легко гнется, потому что не отскакивает от земли, и здесь он просто сминается. Мы встречались с такими эпизодами у нас в мастерской, это просто жесть. Мы видели рули, которые по 3,5 тысячи стоят новые, которые вынос просто сминает в бараний рог. Изучайте эти места. И если руль 4 ПК, обязательно смотрите, вот здесь вот нижние швы, чаще всего именно они трескаются на 4 ПК. Следующий пункт это вилка. Очень дорогая запчасть и часто убитая. Вилка это запчасти зоны риска. Вилосипед летает, врезается, падает, райдеры обращаются с ним не очень-то вежливо, и, в общем, вилка часто может быть убитая. Как это можно вообще определить? Чисто внешне определить сложно. Видно только будет, если она кривая ушла вперед или на себя. Но такой будет с самой хреновой сырой вилкой. Если вилка более или менее из хорошего сегмента, то не снимая ее с велосипеда, довольно будет сложно понять, в каком она состоянии. Потому что вилки с цельно-составным штоком дорогие, ломаются в одночасье, мгновенно. Но имеется в виду не так, что вы купили, она сломалась, а человек катается, 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 много лет катается, и потом она бахает в штоке. Такова судьба каленых вилок. Поэтому смотрите, вот здесь вот под стаканом можно снять вынос, чуть приспустить вилку и посмотреть, нет ли на месте посадки нижнего подшипника гулевой трещин. И вы это сразу увидите. Разломы, трещины, ржавые какие-то следы. Все это бросается в глаза. Если этого нет, замечательно. Также вы, если просто хотите убедиться в том, что на велосипеде стоит та вилка, которую описал продавец, например, он вам говорит, что вилка там, не знаю, United, дорогая, дорогая, или еще какая-нибудь, ну та вилка, которая выглядит точно так же, как миллион других вилок. Как проверить, что она такая? Засуньте палец в шток. Если здесь нету приваренного штока в корону, то есть вилка не двухсоставная, то все в порядке, вас, скорее всего, не обманули. Если есть шов, то вас пытаются обмануть эта дешевая вилка с комплита. Потому что все дорогие вилки делаются с односоставным штоком. Крышка, якорь ничего не гарантируют, потому что в некоторых комплит-вилках есть резьба в штоке, но при этом шток сам по себе, двухсоставной. Также не берите вилки слишком большим выбегом, если вы собираетесь катать больше стрит, чем парк. В парке вам, в принципе, плевать, или в дёрке, тем более. В дёрке большой выбег, это, наоборот, хорошо, это мягкость приземления. Поэтому 22, 24, 25, 28, это все для стрита подойдет. Но больше, конечно, не хотелось бы. Ну и смотрите за тем, чтобы она не была пугнута. Это, собственно, визуально мгновенно бросается в глаза. Задняя втулка стоит столько, сколько и вилка. Очень дорогая запчасть. Подверняется очень большому износу, потому что вы постоянно крутите педали, ребят. Короче, здесь какая история. Вот на данном велосипеде втулка зашибись. Стоит тут ни люфтов, ничего нет. И это же самый простой тест на то, чтобы понять, в каком она состоянии. Просто держите раму, можно перевернуть велосипед и вот потрясти заднюю втулку. Ничего не должно болтаться. Я видел людей и видел втулки, которые люди собирают реально из говна и веток. Вот просто она внешне похожа на нормальную втулку. Даже может быть без люфтов. То есть первый тест она проходит. Но затем ты снимаешь с нее драйвер и там просто пипец. Оригинальный ось заменяют на ось от передней втулки на шариках. Чтобы все это не болталось. Туда заворачивают на силу конуса от втулки на шарах. Все это прикрывают пыльниками от правов. В общем, просто пипец. Когда вам пытаются такое впарить, таких людей, конечно, нужно очень сильно материть. Я не могу вас призывать их бить, но ругаться на них точно стоит. Это очень плохо, когда вам подсовывают говно. Когда вам говорят, что втулка нормальная, подсовывают говно. Это отстой. Поэтому, если тест втулка прошла, но у вас есть какие-то подозрения, что с ней что-то не так, то вы можете сдернуть колесо и посмотреть, что вообще и где и как стоит. То есть если втулка на болтах, современная, без контргайк, она разбирается руками, вы все поймете мгновенно. Если есть контргайки и все это на резьбе, это надо ключами разбирать, то тут вам в идеале иметь с собой набор ключей, либо нужно как-то смотреть, насколько она повреждена. То есть если есть замятые витки резьбы, если болты сорваны, если крутится туго, скорее всего, ее нужно перепроверить, то есть разобрать. Ну и, соответственно, либо сразу человек требует скидку на стоимость задней втулки. Если задняя втулка выглядит хорошо, заломанных витков резьбы нету, все хорошо крутится, скорее всего, внутри никакой фальшивки нету, и втулка, скорее всего, в порядке. Как отличить втулку на промах от втулки на шарах? Ну вы просто отгибаете пыльники и смотрите, какие там подшипники. Шарики вы сразу увидите, промподшипник тоже вы сразу увидите. Там блестящий край и пыльник. Почему плохая идея покупать втулки на шариковых подшипниках? Потому что там стоят конуса. Конуса работают до того момента, пока за ними следят. То есть когда там есть смазка, когда они правильно затянуты. На бушных велосипедах часто там не смазка, а говно, гудрон и песок. Соответственно, все поверхности стерты, люфт убрать из них невозможно. И заставить их внятно работать, чтобы у вас был накат, не получится. Поэтому втулка на шарах это скидка на стоимость втулки, да, либо это отказ от приобретения такого велосипеда. Втулку на промах можно оживить, можно заменить промподшипники, можно их выбить, можно поставить другие, можно какие-то запчасти найти. Втулку на шариках оживить нельзя. И не забывайте, что переспецовка колеса на нового, это еще и бабки за спицы и за работу, если вы сами этого делать не умеете. А если хотите научиться, вот тут по подсказке еще будет видос по сборке колеса. Шатуны узел довольно нагруженный. Если на этом велосипеде стоят тандербольты, довольно крутые шатуны, которые хорошо себя показывают во времени, и их можно снять, даже если велосипед очень сильно закис и за ним не следили, вы просто откручиваете болт и катаетесь на нем, шатуны в конце концепции отвалятся. То, если вы берете шатуны шлицевые, в особенности 48 шлицов, неважно какой, 22, 19, 24, все может закиснуть до такого состояния, что шатун снять не получится, и придется отпиливать шатуны. Это очень неприятная история, я с таким столкнулся. А есть шатуны, которые из коробки себя так показывают, вы их еле устанавливаете, а разобрать потом, в принципе, это невозможно. Такое тоже бывает. Поэтому что тут остается? Оцените общее состояние шатунов. Если это 48 шлицов, конечно, пытаться снять шатун не нужно, но просто знайте о том, что может быть такая проблема. И бывает еще такое, что педаль закисает до такого состояния, что тоже человеку не может открутить. Но поверьте мне, педаль сорвать в веломастерской гигантским рычагом можно. Это не проблема. Ну и, собственно, раз мы заговорили с вами о педалях, смотрите, чтобы на них были шипы, и чтобы они поменьше люфтили. Люфты можно убрать, но это не очень легко делается. Нужно вот эту крышку вынимать, и там контргайки затягивать. Вообще, все, что связано с шариковыми подшипниками, контргайками, их протяжкой, это гемор, потому что легко перетянуть. Что касается отсутствия шипов. Но вам неудобно кататься будет. Это мелочь. Педали заменить проще всего на велосипеде, как и грипсы, наверное. Это две детали, которые дешевы и всегда везде есть. Но если у вас денег впритык, а педали будут скользкие, это вас очень сильно демотивирует, особенно если вы новичок. Потому что научиться поднимать заднее колесо, прыгать будет сложно. Что еще можно сказать? По шатуна можете посмотреть, не погнуты ли они, нет ли трещин. Это все довольно очевидно, легко опознается. Опять же, хороший признак – это родная окраска на штунах. Дальше. Здесь же у нас с вами звездочка. Вы можете покрутить шатуны, посмотреть, насколько она кривая. Скорее всего, она будет кривая. Это просто последствия самого устройства BMX шатунов. Потому что здесь один болт крепит звезду к шатуну, а по центру она прижимается к каретке. И чаще всего она кривая. Это неизбежно. Она может быть просто кривая в большей или меньшей степени. Но вот если на ней есть яйцо, это уже хуже. Это значит, что звезда убита. А еще, посмотрите, нет ли на ней выломанных каких-то сегментов и в каком состоянии зубы. Если зубы без следов и стирания алюминия, а звезда должна быть обязательно из алюминия, если она будет стальная, она будет плоская, вы это легко заметите. И, поверьте мне, она согнется за буквально два дня катания. А то есть сразу может согнуться, и вам, значит, поставили ее на продажу. Звезда должна быть толстенькая, алюминиевая, с каким-то рельефом. С какой-то глубиной фрезеровки. Это значит, что она хорошая, была куплена отдельная, не шва с комплитом. И, соответственно, если все зубья целые, без повреждений, значит, окей. Если на зубьях есть сильные замятия, или они очень низенькие и такие все блестящие, это значит, что человек не менял цепь, цепь сожрала звезду. И если вы поменяете звезду, цепь настолько растянута, что она сожрёт новую звезду. И, скорее всего, даже нормально не будет функционировать, будет щелкать, проскакивать. Стучать и так далее. Здесь, кстати, цепь в хорошем состоянии, и звезда тоже. То же самое касается задней звезды, заднего драйвера, если втулка с драйвером. Если что-то деформировано, если зубья низкие, заострённые, неровные, значит, драйверу конец. Это значит, что весь привод по пизде пошёл, ребят. Надо менять и звезду, и цепь, и драйвер. Поэтому смотрите внимательно за этим моментом. Всё должно быть, ну, ровное, хорошее. Цепь-то можно поменять, но, понимаете, звёзды очень дорого стоят. Сингус-пид-цепь можно за 500 рублей купить. Но звёздочки, а особенно драйвер, это очень много бабла. И тут же вы можете проверить каретку. Соответственно, легко ли крутятся шатуны, видите? Здесь всё в порядке. Здесь живые подшипники и в каретке, и в задней втулке. Но так бывает очень редко. Скорее всего, в большинстве бушных велосипедов будет мёртвая каретка. Это можно проверить люфтом, ну, то есть пошатать шатуны влево-вправо, вверх-вниз. Ничего не должно болтаться, если болтается, это скидка на каретку. Ну и, соответственно, если всё крутится очень плохо, даже при растянутой цепи, то подшипники в каретке также мертвы, либо мертвы ещё и подшипники во втулке. А поверьте мне, привод это очень дорого, очень дорого. С передней втулкой всё очень просто. Крутим колесо, смотрим, как хорошо оно крутится. Ну и также шатаем его влево-вправо, пытаясь найти люфты. В данном случае у нас, ну, в принципе, приемлемо крутятся подшипники. Смазка у них, мне кажется, давно высохла, но можно ножиком аккуратно снять пыльник, закачать туда новую смазку и на место его вернуть, если втулка не уйдет. Ну и также вы вот так вот, шатая колесо, проверяете люфты, смотрите, промыли шарики, и всё. И изучая оба колеса, смотрите, чтобы было поменьше вырванных спиц, замотанных друг вокруг друга, чтобы на ободах не было вулканов, то есть их не разрывало. Если обод уже имеет там 1-2 вулкана, значит, скорее всего, его и дальше будет пучить. Обод это тоже довольно дорого, минимум 2 тысячи рублей плюс переспицовка. Если сами будете делать, ну, окей, сэкономите бабок. Ну, блин, спицы тоже по 15 рублей штука минимум. Обода 2 тысячи минимум, понимаете? Все эти деньги нужно с продавца вытрясти, если на велосипеде есть повреждения. Что касается ровности колес. Ну, опять же, проверяя втулку, вы это сразу же заметите. Если нету никакого биения, если визуально вы не видите, что обод прыгает, покрышка может, кстати, прыгать. Это нормально, даже на новых велосипедах покрышки часто кривые. Связано это с тем, что корот у большинства покрышек стальной, и часто он бывает поврежден. Или покрышка садится неровно на обод. Кататься можно, особо не влияет ни на что. Но визуальную восьмерку создает. При этом это не является восьмеркой на ободе. Восьмерку на ободе вы, собственно, по ободу, по краю обода отслеживаете. То же самое касается яйца. Бьет колесо вверх-вниз или не бьет. И восьмерку яйцо можно исправить, если на ободе нету вулканов. Ну и, соответственно, если спицы вырваны и есть, но вулканов нет, опять же, ничего страшного, вы можете эти спицы вставить. Тут же изучайте резину. Во-первых, насколько сильно она стерта, сохранился ли рисунок оригинального протектора. И торчит ли корт. Корт может не торчать, но покрышка может быть настолько сильно стерта, что никакого рельефа не прослеживается, никакого протектора. Значит, что до корта она протрется на днях или раньше, и вы попадете на покрышку. Поэтому, опять же, учитывайте это в цене велосипеда. Ну и боковой корт, боковая стенка, обязательно изучите ее на всех покрышках, потому что от гриндов она тоже бывает протирается, имеет боковые порезы. И на время, на время можно покрышку залечить, заплатка изнутри. Но это, опять же, все под продажу делается. И станет заплатка изнутри, и камера накачана не сильно. Все это будет выглядеть прилично, типа небольшой порезик. Но когда вы накачаете там 6 или 8 атмосфер, если вам нужно такое давление, то все это сразу же разорвется, трещина пойдет дальше, и все, покрышки просто-напросто конец. Сколько дверек в камере вообще не имеет значения. Это пофигу, это расходник в стиле педалей или грипс. Но что имеет значение, есть ли ободная лента? Я сталкивался с таким, и сам такие ошибки допускал. Когда на ободе нет ободной ленты, и вы катаетесь-катаетесь, потом вас спускает камера. В принципе, это можно все легко проверить. Спустили, отодвинули покрышку, посмотрели, есть ли ободная лента. Заодно можете убедиться, двойной там обод или одинарный, потому что люди могут вам на продажу поставить колеса на одинарных ободах, просто чтобы, ну, как-то скинуть эти обода, а вас на гиппад. Если вы еще не передумали покупать поддержанный велосипед, обязательно изучите состояние выноса руля. С ним особо ничего плохого случиться не может, если это не супероблегченная конструкция. Вы можете, собственно, посмотреть трещины на боковых поверхностях выноса, чаще всего они там появляются, либо на крышке из-за перетянутых болтов. Но больше внимания, скорее всего, вам нужно будет уделить именно болтам, потому что часто они сорваны, и что-то сделать с выносом довольно сложных приходится высверливать. Что с болтами на крышке, что с болтами на хмуте. Но еще и посмотрите на состояние болта якоря, потому что часто он тоже будет сорван полностью, и поправить лют в рулевой не представляется возможным. Вот этот болт стоит полторы тысячи рублей, и вытащить его оттуда тоже может быть очень тяжелой задачей. Рулевая колонка. Собственно, проверяем люфты, но люфты могут быть просто из того, что вынос не затянут, поэтому убить рулевую колонку до такого состояния, чтобы при полной затяжке всего она еще люфтила, довольно сложно, если это не рулевая на шариках. Если это рулевая на шариках, то вы должны это очень быстро опознать, не интегрированная рулевая на раме. То есть в стакан будут вбиты чашки. Это вы, собственно, видите, как вот на вот этом велосипеде. Теперь просто поднимаем там велосипед, не знаю, и крутим. Соответственно, хотя бы два там, два с половиной оборота, если делать, то, в принципе, жить можно. Рулевая стоит небольших денег, и, в принципе, с ней каких-то суперских проблем не будет. Грипсы – это расходник, можете под себя их поменять, как и баренды. Без баренд кататься строго не рекомендую. Рули здесь часто острые, расцарапанные, покоцанные, и проткнуть могут насмерть. Седло с подсиделом, в принципе, стоит денег, но убить их окончательно довольно сложно. Если это пивотал, то штырь просто неубиваемый. Если это сидение, то, ну да, оно будет внешне ободранное, и, как бы, вы понимаете, надо менять. Если комбо-сидение, то проверьте, не люфтит ли сидение на подсиделе, и, собственно, не уныл или у него носик, знаете, такое бывает, что носик вниз наклонило. А так это довольно редко ломаемая запчасть, просто оно бывает часто ободрано, покоцанно, но в этом ничего страшного и нет. Надеюсь, что я смог вас снабдить надлежащими инструкциями, чтобы вы не попали в просаг, и купили велосипед с минимальными залипухами. Если что-то вы проглядели, ничего страшного, такое бывает. Наш магазин всегда рад предоставить вам отличные новые запчасти, для того, чтобы вы заменили и устранили любую свою проблему. У нас тут целая куча рам, у нас тут привоз кармы, стресса, Red Boom X, Colony, Sundae, Total, в общем, всего и до кучи. Если вы хотите себе собрать новый велосипед, я смог вас запугать достаточно сильно, чтобы вы отбросили идею покупать БУ, пожалуйста, здесь вы можете и собрать велосипед, и купить готовый комплит самого разного уровня и на самый разный кошелек. Опять же, у нас тут Mankind, у нас тут Karma, у нас тут Agant, у нас Sundae, у нас Академия, у нас тут есть Хорст, у нас есть TSB, в общем, ссылки на все эти велосипеды в описании, и скидон 10% обязательно тоже там же. Покупайте велосипеды внимательно, неважно, новый или БУ. Все исчерпывающие инструкции вы можете найти на этом канале. Удачи, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok